Чтобы обеспечить безопасность граждан и стратегических объектов, намерены скоординировать деятельность органов власти и силовых ведомств. Об этом шла речь на всеукраинском селекторном совещании. С подробностями наши корреспонденты. Сейчас по всей линии противостояния идет обострение боевых действий. С утра обстреливали Авдеевку и Дебальцева, снова гибли мирные люди. В таких условиях террористическую угрозу рассматривают как реальность. Противопоставить проискам врага намерены патрулирование городов и активные действия по локализации сепаратистских элементов. В Харькове уже два дня действует особый режим патрулирования и мониторинга ситуации. Количество нарядов удвоено. Ведется наблюдение с 1200 камер слежения. Отмечают, качество оперативной работы выросло. Преступлений на улицах стало меньше. Учитывая особенность ситуации, учитывая высокий риск террористической угрозы в рамках агрессии, которую мы имеем со стороны России, мы должны перевести режим операции наблюдения и тщательного документирования в режим со стороны милиции, в режим превентивного удара. Такие операции прошли в Харькове и будут, там еще не закончена работа. Такие операции будут в Запорожье, Одессе, непосредственно на территории Донецкой и Луганской областей. В Запорожье области также удвоят число патрулей и усилят охрану объектов, находящихся на особом контроле. В первую очередь это объектов, которые обеспечивают жизнь и деятельность населения. Это газопостачание, это теплопостачание, это водоведведание. Сообщают, телефоны горячих линий и силовых структур включены круглосуточно. Рассчитывают взаимодействие всех органов власти, профильных ведомств и населения поможет обеспечить безопасность граждан и стратегических объектов.